Всем привет, друзья! Добро пожаловать на мой канал! Меня зовут Даша, и в этом видео будет мастер-класс по шивам платья, которые вы уже видели. Я шила платье на концерт группы Руки Верх, ну, кроме этого, я его еще, конечно же, ношу. Оно получилось очень классным, и, кстати говоря, я недолго думала, какое платье шить. У меня почему-то в голове прям сразу нарисовался образ черного платья с пышными рукавами. Я долго выбирала выкройку, то у меня там в голове надо было это как-то вот визуализировать. Я вспомнила, что у меня есть выкройка от Sew It Now, это платье Pella. Оно представлено в длине макси, но мне совершенно точно не хотелось длину макси. Я понимала, что мне нужно мини-платье, и еще я понимала, что у меня есть отрез ткани, который не подходит под расход, который указан в выкройке. Я понимала, что если я буду шить мини, то, скорее всего, мне хватит. Так и получилось. На самом деле, получился расход даже более экономичный, чем я рассчитывала, и у меня остался большой такой выпад. Я выложила шорт, и многие написали, что хотели бы мастер-класс с этим платьем. Не могу вам отказать. Если бы не было никакой реакции, я бы, наверное, не сшила платье еще одно. Но раз вам интересно, то я, конечно, не могу отказать. И сошьем с вами еще одно такое платье, только в этот раз оно будет розовое. Кстати, по этой же выкройке у меня тут уже лежит розовая блузка. Я ее еще не дошила. Я ее сейчас прям буду дошивать перед этим платьем, потому что тоже розовые нитки. Ничего перезаправлять не буду. Это вообще муслиновая такая блузка. Я ее... Еще тут не поутюженная этот борта просто примеряла. Я ее шила на основе платья Pella. То есть я немножко смоделировала основу и сшила. Из одного метра ткани, кстати, получилась вот такая красота. Ну, еще не до конца получилось, но получится. Мы еще в этом году поедем на море, поэтому я очень-очень рада, что у меня появится такая блузочка. Я ее сейчас дошью, но я ее тоже не снимала. Уж извините, некоторые вещи я не снимаю, потому что хочется быстренько так, вот знаете, иногда спонтанно садишься, быстренько что-то шьешь. Вот так же получилось с этим платьем. Я его сшила в день отъезда на концерт. Концерт был в Москве, а я живу в Воронеже. Вот. И у меня был ночной поезд, а днем в сон ребенка я села его шить и залпом просто сшила, пока ребенок... И выкроила, и сшила, пока ребенок спал. И плюс еще потом ее папа перехватил, и я дошила платье, успела. Ну, и сегодня поспокойненько с вами сошьем. Лекалы уже у меня тут немножечко помятые жизнью и судьбой, потому что в ходу. Здесь совершенно немного деталей, платье несложное абсолютно. Если вам нужно какое-то эффектное платье за один вечер, прям так и говорю, за один день, за один вечер, конечно, смотря какой у вас опыт, какая скорость шитья. Ну, это реально, потому что здесь нет застежки, здесь нет какой-то сложной обработки, но в то же время, тут даже нет выточек, в то же время выглядит очень эффектно. Есть некоторые особенности пошивы, и я вам о них сегодня тоже расскажу. Выкройка состоит из спинки, она кроится со сгибом. Очень длинное платье, но мне этим летом почему-то хочется длины мини, я не знаю. Я и в этот раз планирую шить длину мини. У меня там в видео сказали, что такая длина только для юных девушек. Ну, вообще-то я еще юная, поэтому буду шить мини. Так, это верхняя часть рукава. Не смотрите на то, что она разрезана, потому что я ее моделировала вот для той блузки. Она нам потребуется целая. Я ее сейчас немножечко склею. А вот так выглядит нижняя часть рукава. Рукав у нас будет объемный, но, тем не менее, по окату он не имеет сборки. Будет сборка по низу. Вот, и рукавчик будет такой прям кругляшок красивый. И это произойдет благодаря вот этому вот шву в середине рукава, который создает вот такой вот эффект шарика. Таль переда, и она кроится со швом по середине. Это нужно для того, чтобы легко и просто обработать вырез горловины. Он обрабатывается с помощью косой бейки. Косая бейка, одна деталь, выглядит вот таким образом, кроится по косой. Здесь, кстати, все четко, она прям четко подходит под вырез горловины. Если у вас вдруг получилось при обработке, что косая бейка меньше, чем горловина, значит у вас растянулась горловина, и нужно ее немножечко припосадить. Вы мне стали часто писать комплименты, что я похудела и стала в целом выглядеть лучше. Очень приятно, что вы заметили, но работа была не такой быстрой, как хотелось бы. Оказывается, после 30 худеется сложнее. Результат хоть небольшой, но он есть, и качество тела стало гораздо лучше. Я смогла разобраться с проблемами со здоровьем, пересмотрела свое питание и отношение к нему, а также продолжаю тренироваться с Витстарс. Мои любимые тренировки – это минус отеки, здоровая шея. Я, кстати, каждый день делаю, иначе шея болит. А также кардио-тренировки. Стараюсь заниматься каждый день. Тренировки для отца от 7 до 30 минут. Это время точно можно найти для себя любимый, и не нужно даже идти в зал, чтобы позаниматься. В тренировках на Витстарс очень подробно рассказана техника выполнения упражнения, и не нужно дополнительное оборудование. А теперь самая крутая новость этого лета. Легендарный безлимит навсегда вернули. И теперь доступна рассрочка на 6 месяцев без первоначального взноса. При оформлении этого тарифа за выполнение тренировок вы получаете сертификат на умные весы, а также сертификаты в фирменный магазин «Фитстарс Шоп». Очень крутое дополнение для занятий спортом. А также участвуйте в новом социальном проекте «Лес Фитстарс». Каждый, кто оформит безлимит, сможет посадить свое дерево в лесу Фитстарс. Нужно выполнить для этого 100 тренировок. Фитстарсы уже высадили первые 500 деревьев благодаря подписчикам, которые активно тренируются. По моему промокоду «Синева» у вас будет 70% скидка на безлимит навсегда. Но этот тариф будет расти в цене. Поэтому не откладывайте покупку, а переходите по ссылке и забирайте крутые подарки, пока они есть. Все условия акции читайте на сайте. Теперь поговорим немножко про ткань, которая понадобится для пошива этого платья. Очевидно, что должна быть ткань какая-то, которая будет держать некоторую форму. То есть выбирать вискозу не нужно, выбирать трикотаж тем более. В любом случае это должна быть не мягкая, не пластичная ткань. Обычно такие ткани содержат в составе хлопок или лен. Нам можно взять тонкий джинс, бязь, поплин, сатин, лен, платье на костюмные либо костюмные группы. Так, ну все, что вам в горло придет. Вот из этих тканей примерно вы должны понимать, что он немножко такая вот суховатая ткань, которая будет держать форму. И у меня здесь вот такое есть богатство. Это белорусский лен. Несмотря на то, что вам кажется, что это две одинаковых ткани, два одинаковых куска, это не так. Это вот этот вариант более мягкий, более такой пластичный. По складкам, наверное, видно. Лен умягченный, платье на блузочный. А вот это тоже видно по складочкам, на мой взгляд, должно быть видно. Более формоустойчивый лен, костюмные группы. Они, в принципе, оба не особо какие-то там сильно плотные. Ну, естественно, вот этот тут не особо сильно плотный, этот тоже. В принципе, имеют одинаковый просвет, небольшой. Но вот в черном платье, если вы видели шорт, я шила из хлопка, который прям на свет хорошо просвечивал. Но как бы черный, он на теле поглощает свет и ничего не видно. На самом деле, думаю, что вот эта ткань не подойдет, а вот эта подойдет больше. Я решила шить из вот этого более такого плотного льна. Он хорошо держит форму, я думаю, это нам должно помочь. У меня здесь целых 2 метра, так жалко, потому что будет по-любому выпад. Но с другой стороны, ну вот будет лежать ткань. Короче, всегда покупайте ткань под необходимый фасон, чтобы вот такого не было, не происходило. Лен обязательно нужно декотировать. Лучше всего его замочить и затем уже кроить. Я надеюсь, будет что-то видно. Вот здесь в сгиб я положила спинку. Длину я выбрала точно такую же, как черным платьем померила. Такую же длину оставила. Это у меня полочка, она идет к кромке. Посмотрите, внизу я вот делаю вот так вот. Низ. Здесь у меня прямой угол, а здесь у меня чуть-чуть поднимается. Скругление такое. И оно должно быть таким же одинаковым, как и на спинке. Это красиво просто выглядит, поэтому я так делаю. Я уже так делала с черным платьем. Здесь у меня располагается верхняя часть рукава, здесь у меня располагается нижняя часть рукава. И вот здесь вот четко по 90 градусов у меня располагается бейка горловины. Ее нужно выкроить одну штуку. Это платье у меня 44 размера. Поставая группа 161-166. И у меня ушло, вот видите, вот отсюда и до конечной детали. То есть вот примерно так. 145, ну 145-6. То есть в метр пятьдесят можно уложить платье длиной такой, вот как я делала черное. Но учитывайте, что у меня расставая группа 161-166. Длина платья у меня получается от плечевого, вот этого, самой высшей плечевой точки до низа с прибавками 92 сантиметра. Но у меня здесь один сантиметр прибавка и по низу полтора. То есть платье у меня получается длиной 89,5 сантиметров. У платья есть еще несомненное преимущество в том, что никакие детали здесь не дублируются. Я сейчас отмечу вот так вот изнанку, потому что очень похожая изнанка на лицо, чтобы не запутаться. Давайте приступать к шитью. Я вам сразу покажу, какие действия мы сейчас будем делать, чтобы оптимизировать процесс пошива. Кладем спинку на лицо, а полочки две на изнанку, изнанкой вверх. Соединяем эти детали по плечевому срезу. Скалываем. И после того, как скололи, на один сантиметр будем притачивать и сразу обметывать. Пока откладываем. Дальше рукав. Тоже можно сразу его, знаете ли, так определить к своим местам. Вот смотрите, у нас есть верхняя часть рукава и есть нижняя часть рукава. Они будут выглядеть вот так. То есть вот этот круглый срез является серединой рукава. Вот это, это пройма. Она такая очень покатая, выглядит как рубашечный рукав. На самом деле это не рубашечный рукав, это вточной рукав. Просто деталь настолько сильно развернута и расширена, что вот такой вот рукав становится. Когда мы ее соберем, поймете, что это в принципе простой вточной рукав. Получается, по горизонтальному вот этому круглому срезу мы должны соединить рукав. Нам нужно это аккуратненько сделать, чтобы не перерастягивать детали никакие. Вот все должно лежать так вот ровненько. Стачивать тоже будем на один сантиметр. Далее поработаем с бейкой. Напоминаю, что она выкроена у нас по косой. Ее двумя равными частями, двумя равными так вот срезами складываем внутрь. И приутюживаем срезами внутрь. Очень упругая вот эта ткань. Хлопок, конечно, легче утюжится. Ну и в этом ничего страшного нет. И для удобства сразу заутюжим пополам. Чтобы видеть эту линию серединки. Шов рукава приутюжим. Лицо обметки было по верхней детали рукава. Приутюжим и затем, это, кстати, сложный момент, нужно заутюжить вниз строчку. Вот так с помощью колодки аккуратно, по чуть-чуть, продвигаясь. И еще с лица тоже пройдитесь для верности. И теперь сразу можно рукав вот так вот сложить, уравнять локтевой срез, уравнять швы, сколоть по локтевому срезу. Это вот у нас локтевой. Плечевые швы утюжу и заутюживаю на спинку. А сейчас будет обработка выреза горловины. Как вы помните, мы обрабатывать будем его косой бейкой. Она у нас уже заутюжена. Нам необходимо ее приколоть к срезу горловины открытому. Видите, это у нас серединка полочки. Раскрываем вот так косую бейку. И у нас припуск должен быть за один сантиметр, он должен совпасть вот с вот этим вот припуском, таким вот уголочком. Прикалываю. Другой стороной сразу приколите к вот этому припуску, чтобы видеть, не растянулась ли у вас горловина. Ничего не перерастягивая, прикалываем бейку к горловине, распрямленную такую вот. Вот прям вот сюда вот мы идем, в желобочек прям. Притачиваем. И после я немного обрезаю припуск, оставляя примерно 5 миллиметров. Высекая ненужное утолщение в плечевом шве, и в скруглениях ставлю вот такие рассечки. Небольшие. И я приутюживаю припуск на сторону косой бейки. Можно еще и с лица это сделать для верности. Заворачиваем вот так вот бейку. Закрываю срез, переворачиваю и прям в шов притачивания приметываю. И после того, как обработали горловину косой бейкой, ее нужно приутюжить. И затем вот так складываем полочку с полочкой, по среднему срезу уравниваем. Одновременно с этим скалываю боковые срезы, тоже буду их стачивать. И затем сразу нужно будет обметать локтевой срез, боковые и средний срез во платью. Припуски везде один сантиметр. Вот здесь прям начинаем, то есть прям вот в угол идем. Так, чтобы был острый угол. Образовывался. Делаем закрепку, заходим и начинаем стачивать. Все это теперь нужно отутюжить. Сначала просто приутюживаем. Это у нас локтевой шов, такой кругленький, немножечко. Потом заутюживаем в одной из сторон. У нас получается такой вот рукав, кругленький, упругий. Вот, он будет еще вот так вот стоять. Мы должны сейчас будем еще проложить строчку обметки по низу. И вточать рукав, собственно, можно уже. Само платье тоже, в принципе, собрана основа. Здесь также сейчас можно будет обметать низ, после того, как мы разутюжим швы. Так, и вот тут вот на уголке хвостик нужно заправить в шов. Хорошенько надо поутюжить. Вот так вот положить горловинку. Здесь очень красивый, должен образоваться такой вот V-образный вырез. Вот, и припуск этого выреза нужно будет закрепить. Вот здесь нужно будет сделать закрепочку. Лишние нитки отрезать. И не перепутайте рукав, рассечка там, где полочка. Акад полочки. Вставляю рукав в пройму. Локтевой и боковой срезы уравниваю. И дальше вкладываю рукав, делая естественную такую посадку. Естественная посадка, это значит, просто я вот так вот накладываю как бы окад на руку так. Здесь, кстати, даже нет рассечки плечевого шва на лекалах, поэтому просто так накладываем. Тут все должно совпасть. Все, на один сантиметр притачиваем. И после того, как притачали рукав, мы его обметываем со стороны изделия, прокладываем строчку, лицо оверлока. И по низу рукава, а также по низу самого изделия тоже прокладываем строчку обметывающую. И тоже строчка идет по лицу. Приутюживаем все эти строчки. Сначала приутюживаем. И затем нужно будет аккуратненько рукав заутюжить на сторону рукава. Я вот так колодку подкладываю. Хорошенько утюжу. Теперь заутюживаем внутрь припуск на резинку. Его можно, кстати, сначала или заметать, или заколоть. Теперь низ нужно подшить. А на рукавах нужно сточать в кольцо все, оставляя небольшой разрезик, чтобы всунуть резинку. Вставить необходимо резиночку, зашить отверстие, распределить резинку. И давайте скорее примерим. В платье готово. Субтитры сделал DimaTorzok